Архивные работники региона отмечают юбилей. Ивановскому государственному архиву исполнилось 95 лет. Самым опытным сотрудникам в праздничный день вручили благодарности губернатора. Марьяна Малыгина проработала в архиве 37 лет. Начинала рядовым сотрудником, а стала начальником отдела. Это ее единственное место работы. О том, что посвятила себя работе с документами и людьми, не пожалела ни на минуту. Хотя работа в архиве – дело очень ответственное и трудоемкое. Мы делаем запросы и для пенсионного фонда, чтобы назначить пенсии по возрасту, по потере кормильца. А также мы делаем права по собственности. Знаете, что у нас сейчас и законы о земле, приватизация жилья – все это в видение нашего отдела. Мы выдаем справки. Иваново-Вознесенское губернское архивное бюро было создано 1 июля 1919 года. С тех пор учреждение стало аккумулировать уникальные документы. Выставка – автографы с архивной полки, подготовленная специально к юбилею тому подтверждения. В одном зале собраны уникальные рукописи выдающихся россиян. Певца Федора Шаляпина, термодурга Николая Островского, генерала Геннадия Невельского, актрисы Марии Ермоловой. Хранится здесь и письмо Алексея Толстого. Толстой обращается к председателю Палихской артели с просьбой ему продать какое-нибудь изделие артели. Поскольку Толстой был любителем очень красивых вещей, то он хотел купить в Палихе, например, или шкатулочку какую-то красивую, или блюдо с росписью палихских художников. В 1930 году он это письмо написал. Отдельная часть экспозиции посвящена людям, в часть которых теперь названы Ивановские улицы – Хрунзе, Варенцово и Якова Горелина. Горелин был не только фабрикант и богатый человек, он еще был меценат, он был этнографом и считается по праву первым летописом Ивана Вознесенского. У нас есть личный фонд Горелина, в котором содержится очень много этнографического материала по Иваново-Вознесенску. Например, есть такое дело, называется «Топографическое писание Ивана Вознесенска» за 1840 год. Есть в архиве еще один любопытный документ – автобиография советского писателя Аркадия Васильева. Он – отец писательницы Дарьи Донцовой. Как пишет сам Васильев, родился в Шуе. Однако подтверждающих эти сведения данных в архиве не оказалось. Иногда документы содержат в себе больше вопросов, нежели ответов.